Привет! Мы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг». Здесь мы рассказываем все о БУ запчастях. Помните, что 80 000 наименований запчастей ждут вас здесь, на Домбровской 15. Действуем по схеме. Вы просите в комментариях, мы разбираем. Итак, встречаем неубиваемый легендарный мотор BMW M57. Рядный турбированный дизель M57 пришел на смену в 1998 году мотору M51. M57 ставился на BMW вплоть до 2012 года. Также его можно встретить на Opel Omega B и Range Rover. Этот двигатель существует примерно в 10 вариантах исполнения. При шести цилиндрах его объем 2,5 либо 3 литра и мощность от 150 до 286 лошадиных сил. Все первые модификации мотора M57, а у нас именно такой, имеют чугунный блок, алюминиевую голову, два распредвала и четыре клапана на каждые шести цилиндров. Изначально 2,5-литровые и 3-литровые дизели отличались диаметром цилиндра и ходом поршня. Но в 2004 году 2,5-литровый дизель получил унифицированный блок с диаметром цилиндров 84 миллиметра. Все моторы M57 комплектовались топливной системой Common Rail от Bosch, которая достаточно надежна. Также в этом моторе надежны и турбины, турбины Garrett. Итак, начинаем нашу разборочку. На нашем складе мы нашли впускной коллектор для мотора M57. Из чего он состоит? Из вихревых каналов и каналов наполнения. В каналах наполнения стоят заслонки. Эти заслонки еще называют бабочками смерти. Иногда их срывает, они попадают в цилиндры и их размолачивают поршни и клапаны. И тогда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт. Поэтому многие владельцы достают эти заслонки, убирают эту тягу и ставят заглушки. Таким образом мы избавляемся от риска гибели этого мотора. Ну и так как у нас коллектор пластиковый, он реально может треснуть по шву из-за передува турбины. А теперь вернемся к турбинам. Так как на «АвтоСтронг» есть все, мы достали несколько турбин. Эта турбина устанавливалась на M57 мотор на E39, она с вакуумным актуатором. Эта турбина ставилась на M57 мотор на E60, она с электронным актуатором. Турбина у нас в отличном состоянии, без люфтов, поэтому приезжайте в «АвтоСтронг» либо закажите доставку. Это преобразователь давления, он служит для контроля производительности турбины. Здесь есть сеточка, если она забивается, то начинаются неполадки в работе турбины. То есть она может не додувать, из-за этого машина может плохо ехать. Либо передувать, и из-за этого может треснуть впускной коллектор. Все в автомобильной природе взаимосвязано. Вот это как раз вихревые каналы, которые проходят через голову. А вот это каналы наполнения. Они проходят через голову сбоку. И у нас знаковое событие на нашем канале. Мы первый раз разбираем шестицилиндровый рядный мотор. Посмотрите, какие у него длинные распредвалы. Здесь все просто. Два распредвала, рокеры и гидрокомпенсаторы. Мотор пробежал 270 тысяч километров, а распредвалы у нас в отличном состоянии. Этот башмачок – это успокоитель цепи. Он эту цепь успокаивает. По вот этому каналу масло подается на цепь. Цепь скользит вдоль по вот этой пластиковой поверхности. Посмотрите, в каком состоянии она практически без износа, а двигатель прошел практически 300 тысяч километров. Наши длинные и хорошие распредвалы. Ни износа, ничего. Конечно, это же мотор от АвтоСтронг. Для мотора с таким пробегом он у нас отличный, но так как мотор немного постоял, потому что на разбор образовалась небольшая ржавчинка на стенках цилиндров. Задиров у нас нет. Привод ГРМ можно характеризовать двумя словами. Он цепной и вечный, но замена цепи все-таки требуется после пробега в 300 тысяч километров. Таких больших поддонов у нас еще не было. Все зачетно и чисто. Наш маслонасос, сеточка маслозаборника, девственно чистая. Что примечательно, помпа на нашем моторе с завода и она в очень хорошем состоянии. Как мы это определили? Вот эта прокладка цельная и она идет с завода. Если же на нашем моторе меняют помпу, то прокладка под помпу ставится отдельная. А теперь коротко о поршнях. Графитовое напыление в идеальном состоянии, кольца подвижные, немного закоксовано маслосъемное кольцо. Вкладыши немножко потертые, но для такого пробега это такое. То есть они в очень хорошем состоянии. Эти красавцы ждут вас в АвтоСтронг-М. Коренные вкладыши с износом, но износ здесь больше поверхностный. Поэтому на скорость это не влияет. Коленвал здесь увесистый и в отличном состоянии. Подержи, подержи, я с ним не верю. Как мы знаем, коленвалы на двухлитровых моторах BMW часто ломаются. Я думаю, что скоро мы такой мотор точно разберем. Но вот этот коленвал не сломается никогда. Разборка легендарного мотора закончена и у нас нет поводов к нему придраться. Сделан он добротно и на очень долгий срок службы. Надеемся, это видео вам понравилось. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Следите за нашим мегапроектом с BMW и битых Russian. Покупайте у нас только хорошие запчасти. Подписывайтесь на наши соцсети и помните, с вами была компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» «АвтоСтронг-М»